Продолжение следует... Состав «Венесей» обновился наполовину. Из лидеров остались Ключкова, Фролова, Перетядька. Ушли Малых, Бондарь и Фимова-Русакова. Но в этом случае нужно отметить, что новые игроки придали величественность. Команда стала более высокорослой, что, конечно, даст больше уверенности игре на блоке. Вы знаете, рост – это не главное. Поэтому главное, чтобы была голова и можно переигрывать любой блок. Действительно, у нас в этом году есть высокорослые игроки. Не такие уж, не двухметровые, но все равно высокорослые. Я думаю, что с любой командой будем бороться и играть только на результат, на выигрыши. Престижная команда. Я когда уходила из Израиля, когда мне предложил Красноярск, я думаю, ничего себе. Мне нравится, что и коллектив хороший, и мне сказали, что новый тренер. Кстати, о тренере. Команду возглавил Юрий Мельничук, известный по работе с мужской командой «Юграса Матлор». До этого женскими коллективами специалист не руководил. Когда поступило предложение от Красноярска, я посчитал, что для меня это новый вызов как для тренера. Женская команда, там, где я не работал, плюс Еврокубки, плюс высокие результаты. Для меня хороший реальный вызов, который проверит, насколько я состоятельный тренер. Работы новому наставнику предстоит проделать немало. Создать единый коллектив, способный биться за самые высокие места. К тому же в этом сезоне, очевидно, вырастет конкуренция в чемпионате. Лидирующие четверки последних лет бой способны будут дать Минчанг и возрождающийся локомотив из Умру. Также не стоит забывать и про Протон. Сезон в российской женской суперлиге стартует только через два месяца. Но это не означает, что все это время наш город не увидит большого волейбола. Сначала здесь состоится финальный этап Кубка Сибири и Дальнего Востока. Также не стоит забывать и про Кубок России. Нужно только дождаться. Антон Соркин, Андрей Ткачук, Афонтова Спорт.